Так, если просто по 30 минут в день сидеть или по часу, просто оно получится, в итоге вы найдете, просто ваше тело найдет это звучание. А какое звучание приведете? По звучанию? Я вряд ли смогу озвучить так, как вы это услышите сами. Чтобы возник еще дополнительный звук, да? Всё, все... Почему? Почему? Потому, как бы, Вот эта работа в концепции ожидания от себя, я не знаю, сейчас мне слова приходят такие на ум, такие, может какого-то звучит, но такое ожидание от себя некоторого идеального образа, идеального поведения, идеального действия. То есть если мы будем все время думать, что мы должны быть идеальными, мы никогда не будем с собой довольны. Что делает вообще любая практика? Она очищает нас на разных уровнях, в уровне эмоционального, то есть нам становится просто чище, яснее и понятнее что-то про самих себя. И в этом случае нам понятнее какой-то собственный естественный импульс естественного движения по жизни, он становится более понятен, четко и так далее. Когда мы освобождаемся от влияния каких-то установок и программ. Самая вот установка, которая вот в теме того, что мы занимаемся, я не пою потому, что у меня нет голоса. Ну вот, такая вот установка. Когда, например, человек начинает заниматься практикой, у него в голове установка начинает меняться, он начинает допускать, что на самом деле все это есть, потом он убеждается, что есть, и реальность уже другого. Вчера ничего не было, кто был, мы пробовали петь, звучать опертонами, давайте попробуем это, продолжим. Опертон это звук, который идет над основным тоном. Технология слова овертон. То есть, здесь основной тон, а здесь сверху. Ну, все знают, что есть, например, практика медитации подможенной. Включай бусы, и там что-то там происходит, что-то делаем, что-то настраиваемся. То есть, звук внешний на нас как-то влияет, он помогает нам там расслабиться или, наоборот, сосредоточиться, или что-то делать. Самый лучший звук, который нас настраивает эффективнее любого внешнего звука, это наш собственный голос. Потому что он тут же звучит уже внутри, внутри, в нас. Вот. И я просто не знаю никакого другого более эффективного там средства звука, которое могло бы там дать нам какой-то настройку или хорошую медитативную практику. Мы здесь не будем. Часто еще возникает, что, например, мы залезаем куда-то вверх или слишком вниз на какой-то там некомфортный звук. Для того, чтобы в опертонах было сейчас удобно и комфортно, чтобы вы находите тот звук, который вам будет звучать удобно. Нашли? Есть? Хорошо. Сейчас мы немножко переключим звуки. Ааа... Хорошо, открываем урок. Ааа... И опустим. И еще раз, ты такой вот хороший, не хороший, но легкий, но такого болевого ощущения, медленно потух. И можно закрыть лицо руками, чтобы кто-нибудь закреплялся. Потому что, когда шаман Тувинский, в частности, он там, допустим, некоторые звуки поет. Все обычно там сосветочены в себе, но если ты откроешь глаза, посмотришь на выражение лица какое-нибудь такое. Спасибо. 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 Спасибо.